Казахстанские госслужащие в ожидании сокращения, о котором в своем сентябрьском послании говорил президент Укаев. Напомню, армию чиновников должны ужать на 25% в течение ближайших двух лет. В профильном агентстве Атамикенбизнес сообщили на сегодня общая штатная численность госслужащих порядка 97 тысяч. Это больше 1% от экономически активного населения. Само сокращение еще не проводили, прорабатывают механизм, уточнили нам в ведомстве. Сегодня мы в очередной раз возвращаемся к этой теме, поскольку хотим разобраться, а что даст эта реформа стране. Будет ли от нее экономический эффект, кого и куда будут перераспределять или людям просто придется искать другую работу. Агентство, между тем, приводит количество постоянных вакансий для тех, кто намерен строить свою карьеру на госслужбе. Это порядка 8 тысяч человек. На сайте агентства по делам госслужбы мы увидели около 24 тысяч резюме. Правда, сколько из них активны, не ясно, зато четко обозначены заработные платы. Итак, самое большое количество вакансий, около 3 800 на позиции с окладом от 120 до 130 тысяч тенге. Следом идут вакансии на зарплату в пределах от 140 до 150 тысяч тенге и от 180 до 190 тысяч тенге. Самые наименьшие месячные жалования в размере от 81 2229 тенге на вакансию ведущего специалиста по военному учету и делам молодежи в Акимате села Сулутубе Казалардинской области. Самый большой оклад, которым может дойти до 220 689 тенге, предлагается на должность замруководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области, Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Надо сказать, что среди казахстанцев отношения к госслужащим неоднозначны. Одни считают их потенциальными коррупционерами. Мол, заработная плата маленькая, вот и воруют. Другие уверены, что чиновником можно стать только при наличии связи. Сами госслужащие часто жалуются на стресс и переработки. Можно ли прожить на зарплату госслужащего в Казахстане? Этот вопрос мои коллеги в регионах адресовали жителям городов. Смотрим. Есть госслужащие, кто нормально получает, есть кто вообще копейки получает. Везде все охота, ну и этих денег не хватит. Они же в основном всегда воруют все, так и живут. Ну, работники Акимата, я так понимаю, что они меньше 350, там 800 тысяч они не получают. Поэтому я считаю, что слишком завышена, во-первых, у них зарплата. Я не знаю их зарплату, но они там все такие молодые, красивые, так что проживут. Я считаю, что на 45 нельзя, а на 200 можно. Конечно, они лучше живут по сравнению с тем, как живут люди, которые получают гораздо более-меншую зарплату. Я думаю, что нормальная примерно зарплата для госслужащих, это будет где-то 100-120 тысяч. Вот тогда можно, да, еще среднее, как бы не переживая жить, 120 примерно тысяч. Ну, 80, это, знаете, это, я считаю, что 80, это минималка. Госслужащих можно, а такие рабочие нет. У меня сын работает к оценке, совсем зарплата маленькая. Уважаемые телезрители, дайте ответы вы. Сейчас на экране будет продемонстрирован QR-код с помощью ваших смартфонов, с помощью камеры ваших смартфонов и мобильных телефонов. Вы можете отсканировать данный код и перейти на опрос в нашем телеграм-канале Atomician Business. Я тоже сейчас сделаю следующим образом. Вот я перешел, запомню, там сегодня центральный вопрос. Можно ли прожить на зарплату госслужащего в Казахстане? Предлагаются три варианта ответа. Первый, да, можно, с премиями получается нормальная зарплата. Второй ответ, нет, невозможно, слишком маленькие зарплаты. И третий ответ, все зависит от стажа и категории. Можно также оставлять комментарии. И на данный момент идет прям активное голосование, почти два варианта ответов уже одинаковые. 31% показывают первый и третий вариант ответа, второй вот 38%. Вы, уважаемые телезрители, можете оставить свое мнение, повлиять на результаты данного опроса. В конце эфира мы приведем все ваши данные. Ну а сейчас обсудим данную тему. Реформа госуправления, напомню, актуальна не только для Казахстана. На днях российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сокращение госслужащих откладывать нельзя, даже из-за пандемии. В России также рассматривают поэтапный вариант. Что касается нашей страны, то последние десятилетия с разных трибун говорили о неуправляемости госаппарата, так как чиновников слишком много. О неэффективности бюрократии, растущей коррупции. Последнее явление, к сожалению, перешло в хроническую фазу. Мы практически ежедневно слышим о задержании того или иного чиновника за взятку. Эти вопросы сегодня обсуждаем с гостем нашей студии, Сабиной Садиевой, которая является заместителем директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте страны. Сабина, добрый день. Добрый день. Добрый день. Я знаю, вы исследуете эту тему. Вот какой эффект данной реформы ожидаете вы как специалист? В первую очередь. Прежде всего я хотела сказать, что сокращение числа государственных служащих – это не вся реформа. Это только небольшая ее часть. И на самом деле это сокращение не вещь в себе. Это не какой-то уникальный рецепт. На протяжении последних трех лет уполномоченные государственные органы и в целом госаппарат тестируют разные подходы. И это сокращение нужно рассматривать в русле всей реформы оплаты труда госслужащих. То есть если очень просто объяснять, суть реформы в том, что если мы оптимизируем какое-то число государственных служащих, то тем государственным служащим, которые остаются на госслужбе, мы сможем платить больше и, соответственно, рассчитывать на более высокую мотивацию и профессиональные компетенции с их стороны. Что касается, вот вы привели пример России, то здесь это очень поверхностные критерии. И здесь нужно понимать, что очень много зависит от методологии сокращения. На чем базируется сокращение? Если мы проводим просто техническое сокращение государственных служащих, конечно, это не реформа. Это просто технические меры организационного порядка. Но если мы действительно говорим о повышении эффективности труда госслужащих, о буроках пандемии, о оптимизации функций в госорганах, тогда это можно называть реформой. Но мы Россию привели к тому, что реформы, которые в Казахстане происходят, находят свое применение и в соседнем государстве. Вот ранее вы неоднократно говорили, что если у казахстанских госслужащих будет высокая заработная плата, то не будет соблазна в коррупции. Вы разделяете такую позицию? На мой взгляд, просто хорошее денежное довольствие проблемы не решит. Я так не говорила. Я считаю, что одной зарплатой невозможно решить системную проблему, такую системную проблему, как коррупция. Я не думаю, что у нас, согласно замерам, в стране очень снижается уровень бытовой коррупции. То есть это те госслужащие, которые на ежедневной основе контактируют с людьми. У нас есть целый комплекс мероприятий по снижению точек прямого контакта госслужащих с чиновниками. Вся реформа госуслуг была на этом построена и создание цонов. Поэтому говорить о том, что если мы поднимем всем зарплату завтра и послезавтра не будет коррупции, конечно, не приходится. Коррупция – это следствие неработающих институтов, это и реформа судов, это верховенство закона. Это очень большая комплексная система. И здесь я считаю так, что да, в государственном службе можно поднимать заработную плату. Сейчас сетка, она очень разнится в зависимости от стажа, от грейда. Вот, да, у нас шел интересный эксперимент, когда пытались... Немного прерывается связь. Сабина, слышите нас, да? Да, я вас слышу. Вы меня слышали? Да, мы вас чуть-чуть плохо слышим, да, можно попросить вас поправить микрофон, если не затруднит, и продолжить вашу мысль. Моя мысль в том, что я сейчас попробую, да, короче сказать, что повышение заработной платы – это обязательно, но недостаточное условие. Да, у нас есть должности, есть государственные служащики, которые перегружены, за их функционал нужно поднимать заработную плату. Особенно очень важно для входных позиций, entry levels, потому что, когда мы сейчас выходим на рынок труда и приглашаем государственных служащих прийти работать на государственный аппарат, первый пункт ценностного предложения со стороны государства – это зарплата в 70-80 тысяч, конечно, это недостаточно для квалифицированных специалистов, для мотивированных специалистов. Но если посмотреть разброс в целом по госаппарату, то я согласна с некоторыми гражданами, которые высказали мнение о том, что есть госслужащие, которые получают достаточно хорошо, сравнимо с частными компаниями, и здесь уже должен стоять вопрос об их эффективности и о результатах их труда. Потому что, согласно логике, идеям реформы по новой оплате труда госслужащих, что государственные служащие не просто должны получать хорошую заработную плату, высокую, а ту, которая будет сопоставляться с результатами их труда. Ну да, мы сегодня приводили, лично посчитали, от 120 до 130 тысяч синге предлагается на рынке труда госслужащих. Сейчас хочу представить инфографику по коррупционным правонарушениям. Всего за 10 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 1646 коррупционных правонарушений среди госслужащих. Осудили 568 человек. Это из-за правонарушения за предыдущие годы. Такие данные привели в агентстве по делам государственной службы. Савина, вот продолжение нашей беседы. Все-таки какая основная причина ухода с госслужбой? Люди не получают возможности реализации своих профессиональных качеств или не видят дальнейшей перспективы? Я не располагаю точными данными на этот год, но в предыдущие годы, когда я участвовала в тестировании государственных служащих, причины были самые разные. Был вопрос нагрузки очень большой на государственных служащих. Я немножко не понимаю той демонизации государственных служащих, которая у нас сейчас происходит, особенно исполнительского звена, среднего звена. Это люди с хорошими компетенциями на самом деле, с большим опытом. Они обладают институциональной памятью. И вопрос очень большой стоял в выгорании. Государственная служба – это сложная работа. Не всегда люди видят результаты своего труда. Не всегда люди видят справедливую оценку своего труда. И поэтому, конечно, вопрос зарплаты и компенсации играет большую роль. Но также для того, чтобы люди оставались в работе на госслужбе, нам нужно работать над улучшением управленческих практик, над снижением непродуктивной нагрузки, то, о чем мы говорили. И государственный аппарат на самом деле принимает меры. И, допустим, наверное, вы слышали о таком нашумевшем эксперименте, когда в 6.30 отключали компьютеры в министерствах, чтобы был баланс между жизнью и работой, и люди отдыхали. И результаты эксперимента, на мой взгляд, были очень интересными. Я не знаю, как сейчас мы вернемся к нему или нет после пандемии, потому что сейчас уже у нас новый формат удаленной занятости. Но ничего трагичного не произошло. Люди стали уходить в 6.30 с работы, откорректировались какие-то внутренние практики, откорректировались практики дежурств, ожиданий, согласований. И это очень важно. Это вместе с повышением зарплаты нужно улучшать управленческие практики внутри госорганов. Спасибо, Сабина. Сейчас предлагаю вернуться в наш опрос на телеграм-канале Atomician Business. Уважаемый телезритель, напоминаю, что посредством вашего смартфона, камеры вашего смартфона, мобильного телефона вы можете отсканировать QR-код, который сейчас будет продемонстрирован на ваших телеэкранах. Затем отсканировать данный QR-код вы перейдете на телеграм-канал Atomician Business, где у нас уже идет активное голосование, опрос на тему, можно ли прожить на зарплату госслужащего в Казахстане. Сейчас уже около 700 человек, как мне показывают, оставили свои голоса. Также ситуация не изменилась. 31% за то, что да, можно. С премиями получается нормальная зарплата. 31% также все зависит от стажей категории. И 38% за то, что нет, невозможно, слишком маленькие зарплаты. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие, поэтому всех приглашаем. Окончательные результаты опроса мы приведем к консессии сегодняшнего эфира. Сабина, вот в телеграм-канале у нас идет опрос, и 38% говорят, нет, невозможно прожить на зарплату госслужащих. Слишком маленькие вот зарплаты. И я к тому, что ранее же говорилось о том, что с 1 июля 2021 года ведут новую систему оплаты труда госслужащих. Это как-то решит вопрос утечки кадров? Вот в Караганде, помним, факторно-бальная система действовала. Это очень значимый шаг, на мой взгляд. Слышно меня, да? Да, да, да. До этого пилотирование ФБШ и новой системы оплаты труда проводилось в некоторых госорганах, в столице, в агентстве по делам госслужбы, в министерстве юстиции. И первый эффект, который зафиксировали государственные органы, это прекращение оттока кадров. Повысилось количество желающих претендентов на вакантные должности. Поэтому я думаю, что это хороший подход, когда мы не просто индексируем и повышаем заработную плату всем, и отказываемся от принципа распределения премий, равнозначных по всему государственному аппарату, когда госаппарат пытается выделить. Есть стаж, есть компетенции, есть значимость государственного служба, есть результаты его труда. И в зависимости от всех этих вещей, с учетом базовой части заработной платы и всех надбавок за стаж, компетенцию и результативность, должна получиться достаточно конкурентоспособная система оплаты труда. Но есть вопрос, конечно, оценки компетенции и оценки результатов труда. Здесь мы должны учиться на ходу. Здесь придется, скорее всего, внедрять в июле, как вы сказали, следующего года. И наблюдать внимательные результаты такого эксперимента. Я думаю, должны быть какие-то бонусы поощрения. Я лично сталкиваюсь, те, кто живут в столице, думаю, подтвердят. Каждое утро в 9.00 на перекрестке Дома министерств прям бегут госслужащие, прям идет такая как будто сцена с пекинской пробки. И в 18.30 они также бегут обратно. При этом они должны всегда прекрасно выглядеть, следить за собой в социальных сетях, не писать, скажем так, что-то лишнее. То есть очень много требований ставится для госслужащих в Казахстане. Согласитесь? Или это правильно? Да, я согласна. Я еще раз говорю о том, что у нас идет немножечко перекос и излишняя демонизация государственных служащих. Я сама в прошлом государственном случае. На государственной службе много хороших людей, больше хороших людей. И это тяжелая работа, которую, несомненно, нужно уважать. Я не считаю, что вот как есть расхожая поговорка про кухара, которые умеют управлять государствами, это требует определенных компетенций и знаний, стрессоустойчивости. Поэтому то, что вы говорите, это, конечно, и требования по дисциплине. Сейчас очень много требований по этике, вплоть до поведения в социальных сетях. Государственные службы первыми вообще в нашем обществе начали и будут со следующего года сдавать декларации о доходах и имуществе. Очень много требований и внутри очень много практик репрессивного характера, карательного характера, за нарушение процессов, за нарушение документа оборота. И это все, конечно, налагает свой большой такой отпечаток на характер работы. Ты просто не позавидуешь будням государственных служащих, которые в Казахстане. Я ранее отметил, что, пожалуй, для любого государства именно госуправление важное звено. Но система должна работать на всех уровнях. Тогда мы можем видеть эффект. Сегодня, когда насилие у нас одна ситуация, и по-прежнему все решается в центре, то картина вряд ли поменяется. Как считаете? Вы имеете в виду децентрализацию? Вопрос децентрализации управления? Да, да, да. Вот систему... Ну, я к тому, что система же должна работать на всех уровнях. Ваше мнение как? Да, да, несомненно. Это... Ну, тут как бы обсуждать нечего. Да, система должна работать на всех уровнях, но есть вопросы разграничения функционала и упорядочения процессов управления также на всех уровнях. Когда мы говорим про сельский акимат, у которого от трех до пяти сотрудников, и которые как раз-таки те сотрудники, которые мы платим по 80 тысяч тенге, да, мы практически никому на центральном уровне такие деньги не платим. Это мы сейчас говорим про сельские акиматы, да. И мы должны понимать, что это люди с очень ограниченными возможностями, просто физически, их 3-4-5 человек, и функционал достаточно широкий. И вообще соотношение ответственности за реализацию госполитик необходимо выравнивать. Необходимо выравнивать участие граждан в формировании этих политик. Децентрализация — это не только о том, о передаче ответственности, это еще и об участии. Поэтому мне вот очень нравится, когда в последнем послании прозвучали идеи о гражданском участии. И сельские акиматы, городские акиматы, районные акиматы — это те акиматы, которые на передовой находятся. Те акиматы, которые непосредственно взаимодействуют с населением. И я думаю, что мы должны уже говорить не просто о децентрализации, да, о децентрализации и вовлечении граждан в управление. Это немножко другой формат, немножко более широкий формат и очень важный для нас. Спасибо, Сабина. А вот часть системы в мире, на ваш взгляд, наиболее показательна с точки зрения эффективности. И вообще, как сегодня можно замерять эффективность системы госслужбы? Это ведь не только оперативная реакция на нужды населения. Есть, ну, вообще все бенчмаркинги в госуправлении — это немножечко, это интересное, но слегка бессмысленное интеллектуальное упражнение. Есть первый замер — это международные рейтинги. Всемирный банк публикует периодически World Governance Indicators, индикатор государственного управления, который достаточно хорошо обрисовывает картину. Есть и наши собственные практики, допустим. Мне очень нравится эксперимент, когда на основе данных службы 109, ICOMEC, внутри Акимата создали систему замера эффективности управления внутри Акимата. То есть они отслеживают, решаются системные проблемы, на которые жалуются граждане или нет. Есть отдельные системы госуправления в мире, которые очень перспективны для нас. Допустим, вот в Финляндии была реформа стратегического управления, реформа государственного управления, когда они попытались выстроить человекоцентричную модель стратегического планирования, основанную на экспериментах, на данных и на доказательствах. Это тот элемент, которого нам сейчас не хватает. Нам можно было бы внимательнее посмотреть на их опыт. Сабина, благодарю. Есть, конечно, примеры, то, что наши госслужащие сами уходят с работы. Мне напоминает информацию, что житель Костаная, например, Аблайхан Кокенов, решил вовсе уйти с госслужбы. Он перешел на вакансию руководителя медиа-центра. По его мнению, госслужба слишком много накладывает ограничений на его жизнь. Между тем, в области до конца года планируют сократить около 600 вакансий. Это 10% от штатной численности госслужащих в регионе. К тому же, почти сотня госслужащих с начала года уже покинула стены акиматов, управления и отделов. Это материал Айжан Утеллой, который, я думаю, будет в вечернем выпуске новостей. Поэтому вы, Сабина, обязательно посмотрите. Думаю, и наши телезрители это заинтересуют. А сейчас хочу привести мнение самих телезрителей. Напомню, у нас идет опрос на телеграм-канале от Микен Биза. Сейчас вы видите на своих экранах QR-код. Вы можете его отсканировать. Достаточно просто навести на экран камеру вашего смартфона. И вы автоматически перейдете на телеграм-канал от Микен Бизнес. Итак, какие варианты ответов? 723 человека уже оставили свой голос на вопрос, можно ли прожить на зарплату госслужащего Казахстана. 38% большая часть за сих пор за то, что нет, невозможно, слишком маленькие зарплаты. Поэтому приглашаю всех поучаствовать. И сейчас хочу, что... Хочу также озвучить комментарии. Напомню, есть та же функция оставления комментариев. Вот пишут, допустим, пользователи. Кто-то задает вопрос Камиле Рахманове, а сколько они зарабатывают. Пользователь Юлия пишет, смотря какой госслужащий. Еще один пользователь говорит, лучше бы об учителях подумали, проанализировали бы их заработную плату, их затраты на принтер, бумагу, А4, ватман, прочие канцелярские товары. Ну, разные мнения идут. Также пишут, что везде свои нюансы, смотря какой сектор госслужбы. Не все могут прожить на зарплату. Ведь существует много различных профессий, которые по-разному оплачиваются. Один пользователь вообще пишет, что премии доходят до 5 миллионов. Есть также мнение о том, что каждый, есть такое большое мнение, я зачитаю, госслужащие из разных типов, есть те, кто рискуют жизнью, как на земле, так и в воздухе, есть те, кто с галстуками и ручкой, ну, в руке сидят днями и регулируют данные. Оплата должна быть человечной, чтобы у каждого из секторов был стимул работать. Вот такие комментарии приведены в нашем телеграм-канале. Сабина, у меня заключительный вопрос, согласны ли вы с этими мнениями, в частности, вот с последним мнением, то, что, ну, разные должны быть, как я понял, разная должна быть оплата. Вот те, кто, допустим, вот реально пишут, рискуют жизнью на земле и воздухе, и те, кто, в основном, офисная работа. Коротко, если можете прокомментировать, согласны ли вы, что разная система должна быть, да? Конечно, должна быть разная система. Просто понимаете, госуправление включает разные сферы, да? У нас есть цифровизация, есть строительство, архитектура, есть молодежная политика. И во все сферы нужны люди с разной специализацией, да? И если айтишника мы берем с рынка, и там очень конкурентные зарплаты в эти отрасли, то для того, чтобы привлечь нормальных специалистов на госслужбу, соответственно, мы и здесь должны через грейдирование, через надбавки какие-то условия создавать. Поэтому именно от уровня квалификации, от уровня требуемых компетенций и должна зависеть базовая заработная плата. А дальше уже через переменную часть, это соответствие требованиям, это результативность работы и так далее. Понятно. Да, мы вообще... Самая большая идея – это уйти от сплошного поощрения, сплошной выдачи премий и оплачивать труд госслужащих в зависимости от компетенции и труда. Савина, спасибо. Ну, еще один краткий заключительный вопрос. Вот вы озвучили, что вы ранее тоже были госслужащей. Почему вы шли? Если не секрет. Нет, это не секрет, просто у меня более эффективно получается работать в исследовательских, в аналитических организациях. Когда я поняла это о себе, я решила просто быть честной с собой и работать в больше аналитическом секторе. Но далеко от госслужбы я не ушла, потому что я все-таки работала в рамках системы оценки государственных служащих и в последующем, и сейчас в КИСИ, вся эта деятельность связана с государственным аппаратом, с государственным направлением. Ну, успехов вам. Очень интересно было услышать ваше сегодняшнее мнение. Спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Предлагаю вам остаться и досмотреть выпуск дневного формата, потому что далее все самое интересное. Смотрите далее.